МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои юные математики! Всем привет! В прошлой передаче мы говорили о таком математическом понятии, как наименьшее общее кратное. Письмо на эту тему нам присылала Юлия Захарова из Москвы. Юля написала нам снова. Спасибо, профессор Исинус! Благодаря вашей передаче я научилась находить наименьшее общее кратное. Научите меня теперь находить наибольший общий делитель двух чисел. Сначала напомните, профессор, что такое наибольший общий делитель? Ну, наибольший общий делитель – это наибольшее число, на которое делится без остатка каждая из данных чисел. А можно пример? Ну, например, для чисел 36 и 24 наибольший общий делитель – 12. Наибольший общий делитель для чисел 36 и 24 – 12. 36 делится на 12 – будет 3. И 24 тоже делится на 12 – будет 2. Числа большего, чем 12, на которые бы делились числа 36 и 24, не существует. Поэтому 12 и является наибольшим общим делителем наших двух чисел. Понятно. А зачем его нужно знать? Знать его необходимо, например, для того, чтобы сокращать дроби. Допустим, мы имеем дробь 24,36. Разделим числитель и знаменатель на их наибольший общий делитель. И получаем 2 третьих. Значение дроби при этом не изменится. А как найти этот делитель? Существует много способов нахождения наибольшего общего делителя. Вот один из них – наиболее простой, которым обычно пользуются в школе. Нужно сначала разложить оба числа на простые множители. Допустим, мы хотим найти наибольший общий делитель чисел 30 и 18. Число 30 является произведением простых множителей 2, 3 и 5. 30 равно 2, умноженное на 3 и умноженное на 5. А число 18 – это произведение простых множителей 2, 3 и 3. 18 равно 2 умножить на 3 и умножить на 3. Если у нас несколько одинаковых множителей, то запишем их одним числом со степенью. То есть пишем 2 умножить на 3 в квадрате. 2 умноженное на 3 в квадрате. Теперь для того, чтобы найти наибольший общий делитель, нам нужно перемножить все простые множители, общие для обоих наших чисел. Мы видим, что общим множителем является двойка. И тройка. Да. Если попадаются одинаковые множители со степенями, то мы берем тот из них, степень которого наименьшая. То есть в данном случае записываем 3. 2 умножить на 3 равно 6. Итак, наибольшим общим делителем для 30 и 18 является число 6. А какие еще есть способы его нахождения? Самый древний из них, но также удобный – это так называемый алгоритм Евклида. Он прост. Для того, чтобы им пользоваться, нужно всего лишь уметь вычитать. Алгоритм Евклида основывается на таком математическом законе. Если взять два числа и отнять от большего уменьшая, то у их разности будет такой же наибольший общий делитель с меньшим числом, как и у меньшего с большим. Не переживайте, сейчас объясню на примере. Возьмем два числа – 357 и 255. Наибольший общий делитель чисел 357 и 255. Равно нот 357 минус 255. 357 минус 255 будет 102. Итак, у числа 102 и числа 255 точно такой же наибольший общий делитель, как и у двух наших первоначальных чисел. Наибольший общий делитель – 102, 255. Делаем то же самое для этих чисел. Отнимаем от 255 – 102. Наибольший общий делитель – 155 минус 102. Будет 153. Наибольший общий делитель – 102, 153. Теперь отнимаем 102 от 153 и получаем наибольший общий делитель – 102, 153 минус 102. Будет 51. Наибольший общий делитель – 102, 153. Наибольший общий делитель – 102, 153. Наибольший общий делитель – 102, 153. Наибольший общий делитель – 903. Наибольший общий делитель… Будет 51. Число сравнялись Да, это значит, что наибольший общий делитель найден Он равен 51 Здорово! А что у нас сегодня по геометрии? Сейчас узнаешь Мы попробуем ответить на интересный геометрический вопрос Миши Полоскова из Саратова Но для этого нам понадобится циркуль Наш циркуль вернулся! Ура! Нет, наш друг хомяк циркуль все еще в Германии Кажется, он планирует продолжить там свое математическое образование А нам понадобится обычный циркуль, то есть инструмент А вопрос какой? Профессор, а что еще можно начертить с помощью циркуля, кроме окружности? Дугу Правильно! Если не звукать окружность, то получится дуга А если помимо циркуля взять еще и линейку, то можно построить... Многоугольник? Да, правильный многоугольник Вы знаете, ребята, их строить не так-то просто Существует особый род геометрических задач на построение правильных многоугольников При помощи всего лишь двух инструментов Циркуля и линейки Этими задачами увлекались еще древнегреческие математики времен Платона и Евклида А самый большой вклад в это замечательное дело внес король математиков Великий Карл Фридрих Гаусс Он вывел специальную теорему, которая определяет, какие правильные многоугольники Можно построить при помощи циркуля и линейки А какие нет Ну, например, можно построить треугольник, пятиугольник, шестиугольник А вот правильный семиугольник невозможно Но на построение даже семнадцатиугольника уйдет довольно много времени Поэтому возьмем правильный многоугольник с небольшим числом сторон Например, пятиугольник Существует несколько способов его построения Воспользуемся тем из них, которые нашел великий немецкий художник Альбрехт Дюрер Смотри, Синус Мы построили окружность с центром в точке О В эту окружность и будет вписан наш пятиугольник Затем мы провели два радиуса, перпендикулярных друг другу ОА и ОБ Отмечаем середину радиуса ОА Это будет точка С А теперь берем циркуль и устанавливаем его иглу в точке С И раскрываем до точки Б Проводим окружность с радиусом С-Б Опять берем линейку и проводим прямую через отрезок ОА До пересечения с дугой только что построенной окружности Эту точку внутри нашей исходной окружности обозначим как Д Теперь ставим в эту точку иглу циркуля и раздвигаем его чуть шире до точки Б Отрезок БД совершенно точно равен стороне правильного пятиугольника, вписанного в данную окружность Не меняя угол между ножками циркуля, откладываем с его помощью этот отрезок пять раз на нашей окружности Начиная, допустим, с точки Б Берем линейку и соединяем получившиеся точки Вот мы и построили правильный пятиугольник С помощью двух этих инструментов циркуля и линейки мы справились с этой непростой задачей Ну а нам уже, к сожалению, пора прощаться с ребятами Дорогие мои юные математики Пишите нам по адресу 109-147 Москва Улица Марксиская, 34, корпус 7, телеканал Радость Моя А также оставляйте свои комментарии на нашем сайте РадостьМоя.ру Профессору Круг Глобу До свидания, ребята До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова